всем привет с вами илья скива мой тиммейт егор дьявольская микро сейчас будет гайд на русском языке как играть в marine арену на примере простого билда которым можно и очень эффективного да очень очень эффективного билда которым можно выигрывать даже сильных оппонентов сначала выбираем мораль мародеров либо фантомов я предпочитаю играть мародеров сразу идем разбивать камни сразу делаем бинт на базу и роли поинт назначаем сюда чтобы потом сейвер у вас вышел не около база стоял чилил а сразу пошел атаковать служить роя быстрее разбивать камни жмем постоянно f2 и атаку и так вот сюда проходим плотненько чтобы все юниты у вас атаковали после того как вы разбили камни начинаем файтится обязательно кидаем скан чтобы все ряды у вас все мародеры ваши юниты стреляли деремся всегда широким фронтом вот здесь у меня масса закончилась я отступаю принципе вот здесь сейчас мы видим мой оппонент пробовать зелна гулкей можно к нему спуститься его поджать сейчас еще раз меняться размер начали очень классно очень выгодно потому что можно быстрее других заказаться дальше и стартовые минералы не тратим пробили зелна гу дальше спускаемся вниз оставляем здесь небольшую группу чтобы когда оппонент ваш поведет парочку своих юнитов чтобы заняться эта группа и и убьет вот еще вот здесь вот можно оставить одного юнита чтобы если вам все убили вы можете им подойти и вот на кубе мне например там от мародера вот вы так подходите и когда он своего проведет туда юнита у вас эта часть будет видна по файту вот здесь суток около зелнаги всегда надо драться стараться вот в этой вот позиция потому что у вас будет более широкий фронт если вы пойдете вот сейчас вот как я в узкую позицию вы будете сражаться в минус поэтому сражаемся в широкой позиции вот здесь вот сражаемся в широкой позиции то есть не надо вот этих вот бесполезных кайтов которые будут то есть если вы у вас более большая масса и вы понимаете что если вы прокатите то вы своего оппонента ну то есть убьете полностью то вы можете это делать если вашего оппонента масса больше то это будет бессмысленно так как вы просто на этом муве скажем так все потеряете на дальше первым делом чудом заказываем колосс вот здесь герои колосс пока у вас колосс не вышел старайтесь еще контролить мид потому что здесь есть этот маяк который на котором можно нажать щит и тогда у ваших унитов будет дополнительная броня и они будут умирать гораздо медленнее также этим маяком можно хилить он по дефолту на f3 стоит я его назначил себе ну на настраиваемую мышку на окно на кнопку мышки на миду всегда хорошо можно разменяться потому что здесь заход всегда в узких позициях вот поэтому мид зелнагу стараемся всегда контролить прям очень интенсивно колосс насчет колоссы насчет билдов я играю стандартный билд который играется на пабликах от всех вот как более-менее скиловых типов на колосс бой большинство игроков реагирует гостом то есть я играю госта против колосса и сейчас мы как бы будем разбирать так сказать build здесь нужно понимать что вот так вот сначала гост вас не убьет не стоит его бояться можно прямо так вот в тупую идти и вас закинуть знает и вас не убьют можно как раз здесь отойти подхилится медом и все четко у вас будет вот куда опаснее когда у вас колосс находится уже вот на такой стадии хп тогда его снайпом ваншот ну и тут уже нужно понимать и хорошо следить вот как раз за рампой потому что народ любит пройти через рампу встать гостом вам куда-нибудь вот сюда и заснайпить если вы контролите зелнагу то будет очень просто увидеть невидимую модельку госта которая проходит через рампу и вот сейчас вот сейчас можно еще сделать вот мы видим госта стоящего и я понимаю сейчас я его никак не заберу если я пойду массой я его спугнул он подумает что я его увидел а будет отводить я значит делал так пускаю сейвера вот сюда кидаю скан просто умирает это самый профитный способ забрать госта в начале и как раз мы видим на десятой минуте у нас есть минералы чтобы заказать голиаф все это следующий этап мы заказываемся сразу гуляв просто без гридов без ничего колосс следуя следующим этапом голиафа ходим с колоссом размениваемся он значит на начальном этапе будет очень хорошего всех размерах кидаем скан видим гост снайпит просто отходим в этот момент всегда нужно понимать у кого гост где он находится следующим этапом даем колоссу хотя бы один рейндж он начнет работать гораздо лучше с одним рейнджом и продолжаем рожаться вот сейчас я не заметил снайп и потерял колосс так что всегда нужно понимать где год всегда перед сражением кидать сканы и не допускать того что вам про снайпит его а чтобы такой тупой потери колосса у вас не происходило можно заказать из бара observer а вы закажете из бара observer то гост который у меня стоит в районе вашей в районе точнее базы моего оппонента будет обнаружен я не смогу такую легкую забрать колосса потому что у меня будет видите он убьет мне гаста поэтому это куда лучше потратить 200 минералов нежели чем слить газ и точнее колоссы и перезаказывать его вновь и с об сервером будет видно и понятно из любой позиции из которой захочу про снайпить колосса у меня будет всегда видно и когда я снайплю и колосса можно будет всегда спасать таким образом если об сервер тяжело контролить постоянно можно просто повесить его на зел на год следующим этапом после заказа голиафов и 1 ринжа колосса делаем грейд на мер компаунд на атаку и колоссу тоже на атаку если у вас есть больше минералов можно давать больше грейдов и в основном делать упор сначала на мер компаунд делаем еще атаку еще жизнь еще атаку колосс у вас здесь вспомогательный главный нагрейдить свой мир компаунд и продолжаем давать сражение отводим колосса от снайпа всегда сканем на миду под шелдом сражаемся а вот здесь вот можно колосса и гаста можно и забрать потому что он вышел вперед армии снайпить такое тоже часто с новичками бывают которые кинули снайп и у них гост выперся вперед можно забирать его далее мы заказываем второй газ и заказываем второго колосса и начинаем уже упор хороший давать на колоссов делаем range у нас уходит второй колосс качаем им range качаем им скорость и даем им три атаки и у нас уже на этом этапе когда вот эти вот гриды сделаны great нас там можно не делать потому что он довольно дорогой и довольно бесполезный с такими колоссами уже можно очень хорошо файтится и против гостов прям будет дальше легко например вот сейчас я вижу госта он тонн кидает снайп можно накинуть скан перед сражением и просто вот так вот его колить очень сильно или потом даже и забрать все сейчас уже год в таких ситуациях будет умирать после этого на апгрейде колоссов можно остановиться и дальше прокачивать галя если заказано что-то воздушное например у чуваков вот отсюда у них кинь оракулы там батлаки заказаны советую прокачать воздушные атаки голиафом так как они будут и по земле и по воздуху атаковать одновременно плюс против фениксов тоже очень хорошо это все дело работает как раз именно поэтому сочетание в билде вот это хорошее и прокачиваем личные грейды голиафом вот эти вот и продолжаем прокачивать атаку и жизнь также не забываем заказать саппорт вышку ей пустим мир компаунд чтобы быстрее делали из голиафы когда у вас копится их довольно большая масса мариков уже можно будет отменить и вернуть их уже ближе к лейт-гейму когда начнете на них грейды давать главный плюс этой вышки помимо бустову здесь вот видно темпоральном скорее не закончилась можно кидать следующий буст и когда вы пойдете подальше от своей базы вот и условно говоря там здесь у вас окружили вы можете рекольнуть также вышка может хилить ваших героев да они пришли пробитая и на т можно вылечить по поводу игры против фениксов как раз тут начинают работать ваши голиафа вам подняли у вас раскачаны голиафы они это атаковали по земле и по воздуху очень далеко и вы ничего не потеряли на этом вот получается как против фениксов очень все просто делается когда вы вас подняли немножко проходите вперед голиафами и они начинают атаковать фениксов и все умирают голиафы должны быть тут раскачаны примерно до 6 на атаку делается жизнь атака жизнь атака и когда у вас будет 6 на атаку и где-то 5 на жизнь то есть у вас 375 стоит 350 вы начинаете делать апгрейды на марины сначала 3 урона делаем и жизнь и продолжаем вот так вот делать на марика грыды также у колоссов есть обилка на и они могут станет вражеских воздушных юнитов и например если фениксы слишком близко оказались колоссом опа вы нажимаете мало того что поднятие сбрасывается еще они станутся на кучу времени так что очень эффективная обилка вот в лейтгейме можно и прокачать она еще будет жестче дальше работать но на самом деле лучше продолжать грейдить мариков и вот очень важный этап после обычно час 40 минут сдая выбирают когда активирован этот мод за все зелнаги и замет за удержание начинают капать денежки и тут ну советую любыми способами удерживать мид как можно дольше потому что чем больше вы стоите на миду тем больше вы денег получается о мариносом на этом этапе уже их можно назад вернуть когда они уже будут нормальной раскачки делаем атаку жизнь также и продолжаем их строить очень важная тема конечно же делаем стимпак его очень просто можно прожимать прямо вместе с колоссами выделяем и марик у нас не стимпачился вот эти вот апгрейды в баре очень важная тема они дают мариком range и скорость атаки сначала здесь когда у вас маринос уже достигнут там то вот такого апгрейда начинаем вот этот прокачивать сначала range качаем вот потом можно еще марика подкачать и продолжать качать полный range потом скорость атаки потому что чем больше range марика он станет шестерочка как у голиафа тем больше рядов при сражении мариков стреляет соответственно очень очень большое преимущество дается после того как у вас будут готовы все апгрейды из пара заказываем дабл спаун это самое лучшее что здесь можно заказать потому что больше массы и это лучше чем даже если вы апгрейдите там тоже мариносов тайку с рейнер вот эти вот две вообще бесполезные бесполезная тема они очень слабенькие из этого хорошо работает только тоже мариносы это в ситуации когда все играет очень пассивно вот можно их принципе заказать когда масса копится но так в лейте чаще всего идут бесконечные замесы и без дабл спауна у вас просто будет мало массы вы не сможете нормально сражаться и оппоненты просто будут давить вас числом потому что марик марики в лейте это самое важное что нужно прокачивать не становится очень жесткими и просто снос носят все когда у вас появился дабл спаун продолжаем качать атаку жизнь атаку жизнь пока ваш марик не дойдет до вот такого состояния тут уже можно начинать в принципе давать броню броню надо давать на мер компаунд потому что у него больше жизни также на колоссов можно давать броню начинаем делать и жизнь атаку мариком и вот здесь броню продолжаем стряпать дальше в лейтгейме уже более жесткая контракт с которой вы можете столкнуться это два довольно таки хорошо прокачанных гаста они могут легко убить колоссов с м.п. или кинуть дабл снайп и уже с этим будет проблематично что-либо сделать то есть у вас уже колоссы бурс прям оранжевые и если ваш оппонент даст побольше на атаку то они умрут прямо сразу их можно отхилить конечно миду ну вот один колосс умер поэтому именно в лейтгейме особенно вот если против двух гостов еще можно хоть как-то работать можно заморфить маленьких маленькие колоссики более быстрые имеют больше жизни и более быструю скорость атаки тут можно начинать прокачивать скорость атаки героем тогда они будут выжаривать очень быстро вот тут видно модельки невидимых гастов даже видно как когда они кидают снайп так что если внимательно смотреть на карту то довольно легко заметить приближать отближать колесиком мышки можно принципе на этой стадии игры остается прокачивать только мариков и в основном атаку и жизнь также уже можно дать еще несколько апгрейдов на атаку колосса можно довести их до там пяти шести на атаку они будут очень быстро убивать героев и армию выжигать прям очень хорошо в лейтгейме обязательно стоит заказать танки для того чтобы удерживать мид они очень хорошо помогают это делать и great им на рейндж тогда они имеют самый большой рейндж в игре 12 с половиной всегда стоит оставлять часть своей армии на базе для того чтобы если вас полетят дропать с миды ваками вы смогли чем-то отбиться самое жесткое что против вас могут заказать в этом билде это нова от нее вас спасет две вещи первое это рейваны делаем им вот этот вот апгрейд и просто пока д ставим модули с этими модулями она снайпом не убивает колосс также если у вас нет модулей и вы заметили огонек резко прожимаем рекол колосса ну я здесь не успел снайп прошел но если моментально среагировать то колосса выживут а так просто рейванами вот эти модули ставим и сидим себе спокойно на миду без каких-либо проблем и отсюда крайне проблематично будет выкурить только ядерной бомбой тоже видим ядерку кидаем рекол идем дальше сразу куда-нибудь куда-нибудь вот сюда кидаем модули дальше и под ними идем забирать мид и все это время прокачиваем мариков активно активно нагреваем и и броню тоже делаем уже можно и мариком тоже броню добавлять вот сейчас вот на этом этапе когда уже куча грейдов смотрим какие грейды дешевые вот этот вот дешевый 250 всего лишь можно следующим его сделать и вот так вот уже дешевые грейды продолжаем заказывать потому что они будут более эффективны нова опасна тем что она может просто взять и убить колоссов с емп и тут уже модули не помогут но на самом деле дело все в грейдах если вы на этом этапе нормально нагрейдились то даже при потере двух колоссов вы сможете просто прийти и продавить своего оппонента что еще стоит сказать по биндам и по конфигурации если вы совсем новичок в этой игре то естественно все что у вас есть оно должно быть на биндах это база вышка обязательно колоссы на отдельном бинде и все герои которые вы заказываете они у вас должны быть на биндах еще хорошо было бы биндить конечно армию ну вот я например игра без бинда на армию просто по выделению это естественно это мешает мне вот мой тиммейт например играет спин дом на армию и он может исполнять более жесткие стили чем я так что советую сразу научиться биндить армию просто перевелись на main за биндили частичку и пошли с биндом как это как это все делается как все настраивается конфига настройки горячие клавиши вот здесь можно настроить в принципе основная часть в теранах у нас все обилки абсолютно все на те клавиши которые вам удобны это тоже если вас то нет надо сразу сделать потому что дальше будет очень тяжело перепривыкать к другим кнопкам и вот эти вот за все заказы которые есть можно даже гриды себе на кнопки поставить ну я конечно мышка их делаю но можно и на кнопки будет быстрее вот что-то тут есть в протасах вот например бар он запрос и вот этот аре арена shop тоже здесь можно все назначить за протасов героев тоже можно по назначать разных все на удобные клавиши представляем и еще одну прикольную вещь сейчас покажу по биндам например если вы играете с биндом на армию вот здесь вот где у вас вот это вот с альтом эти вот штуки последний у вас будет alt плюс 0 и вы ставите не alt плюс 0 а просто alt ставите просто что это дает у вас например есть ваша армия которую вас на единичке и вот например была часть на миду которая тоже ушла а чтобы она например не уходила а стояла отдельно как раз выделяете и нажимаете просто аль и она перекидывается из этой группы на ноль и автоматически и теперь вы просто выделяется вас эта часть не выделились например вам надо пустить из основного бинда на зеланагу нажимаем alt то они назад не попрутся если мы просто вот так вот выделим их пошлем нажмем на бинд они поперлись назад тоже полезная очень прикольная штука в плане биндов принципе на этом все если есть какие то вопросы пишите в комментариях и если вы хотите больше обзоров на русском на разные классные билды тоже проявляйте активность это нас очень мотивирует снимать новый контент вот всем спасибо увидимся в новых видосах кидаем скан и стараемся драться широким фронтом именно и когда вы плохо ужасно братан но не душе не душе просто просто не душе буду играть конченый ну да не давай давай